130 миллионов рублей на нужды саентологической церкви. В Октябрьском районном суде сегодня допросили ключевого свидетеля по громкому уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, директор строительной компании Екатерина Заборских в течение двух лет, начиная с 2012 года, заключала договор об оплате взноса на возведение жилых домов. Однако ключей от новых квартир дольщики так и не дождались. У компании не было разрешения на строительство малоэтажек. При этом пропавшие средства, по данным оперативников, это более 100 миллионов рублей, поступили в религиозную организацию саентологическая церковь, адептом которой является подозреваемая директор компании. Были какие-то объекты. Потом начала понимать, что госпожа Заборских не собиралась ничего строить, а строительный отдел только нужно было для того, чтобы обманывать дольщиков. Квартиры перепродавались по 3-4 раза. Мы об этом не знали, нас в это не посвящали. Мы пришли работать и строить. Изначально компания Заборских должна была возвести несколько малоэтажных домов в Выборгском районе, у станции метро «Озерки», а также в деревне Йоксолова и Низино. Однако не получила лицензию и не заплатила ни одному подрядчику. В результате обманутыми оказались не только дольщики, но и сотрудники строительного отдела, которые были уволены. Продолжение следует... Продолжение следует...